20 тонн гуманитарной помощи отправили из Сургута в зону специальной военной операции и Луганскую народную республику. Около 200 долгожданных адресных коробок получат бойцы на передовой, остальной груз для мирного населения. В этот раз неравнодушные жители помимо базовых наборов собрали необходимые медикаменты и средства индивидуальной мобильности для передвижения инвалидов и пациентов в больниц. Адресные посылки, продукты питания, средства личной гигиены, вещи, даже дети со школ, с садиков, кто может писать, пишут письма, весточку из дома, вкладывают свою душу, скажем так, в эти коробки. Специалисты гуманитарного корпуса уже затрудняются на память сказать, какая это по счету отправка из основного пункта сбора. Он, напомню, находится на территории мультимедийного парка «Россия. Моя история». В отправленном грузе собраны продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, одежда, лекарства. Отмечу, что на складах на данный момент дефицит муки, подсолнечного масла, сладостей и витаминных комплексов. Также добавлю, что от горожан помощь военным и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей принимают в двух точках в Сургуте. На проспекте Ленина 67А и на Мелик-Карамова 4-4. Каждая посылка отправляется тщательно укомплектованная, с любовью от наших югорчан, для того, чтобы парни в это непростое время себя чувствовали с поддержкой из дома. Мы знали, что их ждут с победой всех живых, здоровых. Хотел бы отметить, что в Югре в целом и в городе Сургуте одни из самых выгодных условий подписания контракта с Министерством обороны. При подписании контракта человек получает от Югры и от города порядка 800 тысяч выплат. И потом в последующем каждые 4 месяца 150 тысяч к этому гражданин, который подписывает контракт, обеспечивается шлемом высокой степени защиты, тактической медицинской аптечкой и рейдовым рюкзаком на 38 позиций. Продолжение следует...